Новое видео выходит каждый день в 20.00. Я в своём познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 300 миллионов триллиардов лет снимаю лучше, чем Ярослав Брулёв и все вот эти вот 100-300 миллионов самперов. Хуяры! Также этот день кипомбик хочет добить к лету 23 с подписчиком. Подотдал гондон. Быстро в машину, дура! Окей, садимся. Потому что у вас же большинство зрителей, как у населения Ютуба это нравишь, Магиня. Конкурент жизни в деревне, домик в деревне, подал признаки жизни. Вчера появился пост, который лишь говорит о том, что проект не забыт и всё ещё находится в разработке. Из интересного можно увидеть систему общественного транспорта. И всё. Last Life. Вчера открылся Last Life. Симулятор выживания с примесями ролевой игры. Пик онлайна, по моим наблюдениям, по наблюдениям редактора, составил 70 человек. В их рядах был и я. Захотелось узнать, что же из себя представляет этот проект. Я бегал недолго, однако успел познакомиться с игроком и освоил базовые системы. Всего я встретил трёх человек, и все они отыгрывали, что дало о сервере приятное впечатление. Посмотрим, будет ли в дальнейшем работать идея разработчиков соединить сурвайвл и ролевую игру. Аврора Рулли Плей. Попраздновали и хватит. На Авроре вышло новое обновление. Главным нововведением на этот раз стали семейные ангары, которые смогут приобретать, соответственно, семьи. Они уместят в себя два авиатранспорта. Сам ангар оборудован собственными местами для отдыха и АЗС. Последние надо заправлять самостоятельно. Притом их вместительность составляет 500 литров. Пользоваться транспортом сможет любой член семьи. Но также можно и ограничить доступ по рангу. К слову, всего на карте расположено 18 таких ангаров по 6 в аэропорту каждого города. GHVM Project. Разработчики всё активнее и активнее говорят о новом обновлении. Недавно они продемонстрировали систему рулетки в казино. А сегодня показали новый приветствующий экран проекта, на котором написано «Release Version». Похоже, вновь выходим из бетки, да? Читмастер. Когда-то мы рассказывали о мероприятии «Сверхскриптер 2019» от администрации форума «Читмастер». Тогда ребята хотели сделать отличное шоу. Однако, видимо, никто по сей день не согласился участвовать. В итоге список заявлений на участие нулевой. Там есть только реклама микрозаймов. Вот так идеи рушатся реалии. И на этом, вы знаете, весь сам ньюс на сегодня. Такой маленький, 19 июня, по всей видимости, ничего особо нового, особо большого и особо масштабного не произошло. Я даже сейчас вижу, вот насколько примерно получился данный видеоролик, с учётом того, что были неудачные дубли и так далее. Вы знаете, я не перезаписываю. Я записываю всё с одного дубля. Просто потом вырезаю что-то. Но, вы знаете, хочу научиться говорить, вот чисто, знаете, один раз нажал и всё. И сказал всё как надо. Одним дублем, без запинок. Вот этому нужно бы пока что поучиться. Однако, к сожалению, не получается пока что что-то наподобие того делать. Потому что читать текст, это всегда достаточно запарно. Тебе нужно соблюдать все вот эти, знаете, все окончания и многое другое. Там не сбиваться, это сложно, когда ты читаешь. Вот, и не только, я думаю, многие со мной в комментариях, вот эти вот, знаете, GTA, сам ютубер согласятся, напишут такие, типа, да, блин. Слушай, а вот в самом деле неплохо. Возможно, даже, слушай, классно. А может быть, не особо, блин. Ну вот, даже не знаю. Но, ты знаешь, я бы вот на самом деле на этом сервере бы поиграл. Вот знаешь, как плюс-минус закрывшийся American History или, ну вот, что-то наподобие того. А возможно, даже, ну, нечто другое. Тут уж, как кому и самое главное, где повезет. А везет, как мы можем знать, не каждому. Что я только что сказал? Не знаю. Все дело в том, что я в познании в своем настолько преисполняюсь каждый раз, когда записываю новый Самп Ньюз, что я уже становлюсь намного умнее, чем Брулев, Делорензи, Оксимирон, вот, и вот все вот эти вот, знаете, долбоебы и пидорасы. Да и не только, думаю, это много чего еще можно вот так вот рассказать, много чего еще можно придумать. Однако, я не хочу, потому что это, блин, не имеет особого значения по большому счету, как лично мне кажется. Ну, в общем, ладно. Я думаю, что я уже достаточно притянул хронометраж непонятным каким-то балабольством, да и не только. А я думаю, что на этом уже пора бы заканчивать наш, дорогой, новый, новый, прям вот самый новый, приновый выпуск Самп Ньюз, Самп Дайджеста, да и не только. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, в комментариях есть тайм-коды к новостям, не знаю, зачем я об этом сказал, в комментарии есть ссылки на мои социальные сети, вы можете перейти, добавить меня в друзья, а где-то даже подписаться. Я стримлю на Твиче, зачем я сейчас саморекламой занимаюсь, мне непонятно, возможно, потому что скоро стрим на Твиче, а возможно и нет. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok